Дима, ты был на проникдении в то время, когда еще только-только начала появляться информация о сыроедении, о питании сырой растительной пищи, а ты уже был на энергетическом питании. Откуда тебе пришла эта информация? Как это случилось? В мою жизнь она пришла пораньше, эта информация. Я когда-то занимался спортом и искал варианты в практиках, в техниках, чтобы увеличить свои спортивные показатели. Основное направление было бокс и боевой самбо. Я порой выступал и мне не было необходимо увеличить свои показатели. Я вышел на технике внутреннего развития, это дзен, ускорение силы разума, в результате которого ускоряется реакция. И второе, на железную рубашку давосской традиции у мастера Шэньжи. И совместил эти практики. И через где-то полтора года, когда уже все нормативы подсугун в железной рубашке были пройдены первого уровня, я начал замечать, что мое тело отторгает пищу. Это первый раз столкнулся с новым питанием для себя. Потом я уже узнал, что это уровень вегетарианства есть. Через какое-то время вегетарианства, четыре месяца именно, я услышал, что есть сыроедение. Я перешел на сыроедение. Через шесть месяцев сыроедения я узнал, что есть фруктоедение. И через полтора месяца фруктоедения, где-то месяц-полтора, я услышал, что есть люди, которые питаются праной. Но на тот момент у меня уже была сложена система. Я знал, как необходимо перейти с одного уровня на другой. И когда я переходил на вегетарианство, с вегетарианства на сыроедение, я уже знал, что необходимо принять обмен веществ и как это сделать. И то же самое на фруктоедение и на прана. Постепенно, переходя на один уровень питания, я не знал, что дальше. Это для меня тоже было открытие постепенно. Как таковой изначально цели не было. Формация о пранопитании приходила из духовных традиций каких-то, да, издалского цели? Из сыроедения я узнал из общества. Я услышал, что есть сыроеды. Потом фруктоедение я тоже узнал из общества. А уже о питании праны я узнал уже в традициях, в которых обучался. Потом начал изучать людей, которые переходили на праного уже всем известные. Йоги, потом всем известные, Джасмхин, Зинаида Баранова. У нас были православные святые. И я изучал их неопыт, как они переходят. Изучав их неопыт, я искал то, что их объединяет. Вот это вообще знаменатель. Потом использовал в своих практиках. Играет музыка. Продолжение следует...